Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать на 45-й международной выставке на юбилейной охоты рыболовства на Руси. Да, и вот мы уже здесь, ну и по стартаристам не будем вас долго задерживать, и начнем прям обзор. И начнем... Начнем буквально со стенда компании Мироболов, стенд D6, который находится за нашей спиной. Погнали! Погнали! Леш, привет! Приветствую вас! Приветствую! Расскажи нам бегло, красиво, но объективно про новиночки компании Джакал. Да, Леш, что нового у Джакала? Новиночек в этом году появилось достаточно много. В первую очередь, наверное, будет интересно нашим рыболовам версия Леренджа, известного 130-го, в модификации МР с заглублением порядка 2,5-3 метров. Вот при такой лопате? Да, вот при такой лопате. Это уже проверено на Чебоксарке и на Саратовском водохранилище. То есть реально 2,5-3 метра. Восьмера знает! Ты это помнишь? Восьмера ждет! Восьмера ждет! Вот, также любителям трофейной рыбалки ТН-80, самый крупный ратен в ассортименте Джекал в пресноводном саратове. Красавец вообще! Тяжелый, крупный, с очень активной шумной игрой. То есть то, что нужно. Я сейчас как раз обратил внимание именно на вес. Больше 29 грамм. То есть это именно как раз для облова больших глубин, также на сильном течении. Ну вот, Саня, там еще маленькие есть тоже МР-ки. Да, это тоже, я думаю, ждали многие Чабик, который никому не надо представлять, который был с заглублением полметра, с заглублением около нуля и дальше диповые модификации. И теперь появился еще и в модификации с заглублением порядка метра. Но, друзья, я могу сказать, что вот именно вот этого размера, именно вот этой версии МР действительно не хватало в ассортименте Чабика. Мне кажется, Максим Дубковский оценит следующую новинку. Это трикороловый рюшин, воблер форелевого подразделения Джекл, который называется Тимон. Выглядит вот так вот красиво, стильно. По сути, свинцовая тяжелая болванка, засунутая в воблер. Он очень далеко летит, очень стабильно играет на любой струе и ловит любую рыбу. Делали его для тихоакенских лососей, но я думаю, что нашего жереха весной и головля будет косить. Вот именно когда я первый раз увидел эту приманку, первым, о ком я подумал, это именно жерех, именно весенний жерех. И как раз именно я ловлю его на вот такие вот небольшие тонущие воблеры мину. А 53 размер – это вот прям тот вот именно идеальный, идеально то, что вот именно нужно. Повторюсь, весеннему жереху. Да, и запомните, вот как раз вот эта вот баланка, засунутая в него, обозначается индексом HW, что означает Heavyweight. Здесь еще вот силикончик остался. Да, силикончик мы показали еще в том году, но в этом все-таки, скорее всего, он появится в продаже. Это Rhythm Curler. Наследник в каком-то плане Rhythm Wave резины, которая уже успела нашуметь и на соревнованиях, и на простых рыбалках. Большой пятидюймовый твистер, который, я думаю, что щука с удовольствием попробует. Сразу скажу, Макс, есть не буду, на спор не буду. Я вся такой невап... Смотри, какой он аппетитный, посмотри какие-то цитаты. Блин, у меня майонез столько... Не, не, я не буду. А я тебе еще сверху кетчупом. Фу-фу-фу. Атрактантиком каким-нибудь, добрый. Ну, как бы... Друзья, Алексей все подробно рассказал, показал, вы также это все видели. Наверное, всех интересует... Стэм Т6, если что, здесь можно живем смотреть. Единственный вопрос, наверное, который мы сейчас зададим от Алексея. Алексей, когда ждать вот эту всю красоту? Мы всю эту красоту ждем летом, ориентировочно, в июне, июле. Все, спасибо, Леша. Спасибо, что зашли. А мы дальше побежали. Друзья, а мы идем дальше, дальше. Концепт Genesis. Это детище Кирилла Гущина. И вот что в этом концепте компания Nord Stream предложит в этом году, сейчас вы узнаете. В лайте у нас новая серия Avatar. Это логическое продолжение серии Arial. И, собственно, сделано, скажем так, для замены именно серии Arial во всех его проявлениях. То есть там Arial, Arial New. И сделано немножко по другому принципу. Мы сейчас возьмем, как бы рассмотрим. Там всего лишь 4 палки. Больше, я считаю, особо сильно не нужно. Самая короткая модель. 0.5.5. Что такое Avatar 0.5.5? Во-первых, это средний строй. При этом спиннинг достаточно жесткий. Что нам это дает? Во-первых, это нам дает колоссальные преимущества удаленности. То есть по сравнению с обычным строем, крэнк улетает примерно процентов на 30 дальше. Второй немаловажный момент. Это то, что при таком строе у нас идет равномерная нагрузка при увеличении упористой приманки. По сравнению, например, с другими, по соотношению теста и жесткости, эта модель относительно жесткая. Следующая модель, это у нас вот семерка. Вот эта вот семерка, она чем характерна? В принципе, она чуть помягче. Она такого же среднего строя. И сделана для чего? Она в первую очередь сделана для работы с крэнками. Значит, здесь тест у спиннинга от двух до семи грамм. И она уверенно работает практически с любыми крэнками, включая диповые крэнки, до семи грамм веса. Дальше начинаются более длинные, более жесткие модели. Тест 3.12. Это уже упористые крэнки. Это уже упористые, относительно крупные вертушки. И это, возможно, применение в более сетеных условиях. Поэтому нам нужен достаточно жесткий комель для того, чтобы брать рыбу. И при этом, соответственно, относительно мягкой вершиной, чтобы работать с минимальными весами. Тест 3.12. 3 грамма легко. 12 грамм, в принципе, тоже легко. Также, в принципе, вот этой моделью уже, 3.12, она более универсальна. Тут уже можно рассматривать реально джиговый ловер. Ну и последняя модель. Последняя модель у нас 76-я. 76-я с тестом 4.15. В принципе, это более мощный вариант, более короткая 3.12. Упористые крэнки. Причем, опять же, из-за вот этого изгиба очень широкий диапазон работы по упористости. Большая вода, там какая-нибудь верхняя Волга, вот, наверное, один из самых оптимальных вариантов. Когда мы можем использовать тяжелые вертушки, мы используем относительно крупные крэнки. При этом, если вдруг чего пошло не так, мы ставим маленькую приманку, там, и ловим то, что есть под ногами. Теперь по, вообще, по этой серии общие вещи. Аватар – это у нас концепция Genesis. То есть, это средний класс. Здесь применены, как бы, топовые корейские припреди. Кольца стоят Seagite RS. Это минимальная по толщине вставка, они максимально облегченные. Титан ставить не стал, вот, потому что, как бы, ну, цена вопроса будет уже совсем запредельная. А задача была именно получить цену примерно, там, в районе 11-12 тысяч. Что у нас, собственно говоря, и получилось здесь. Я думаю, это будет вполне достойная замена ареалу. Дальше у нас идет интересная очень серия. Серия называется Proxima. Три модели. 7,21, 10,28 и 12,42. Вот, то есть, в принципе, все классика жанра. Строй классический среднебыстрый. Спиннинг в первую очередь сделан под джиговую и колебалочную ловлю. Но, но, из-за того, что вершина немножко более жесткая, чем я обычно делаю в стандарте, в принципе, можно подергнуть рубляра. Чем серия интересна? Тем, что это на самом деле четырехчастник. Вот, то есть, вот они, четыре части. Четыре части, которые вполне себе нормально помещаются в чемодан. При этом, как бы, когда берешь ее в руки, то, что это именно тревел, то, что это многочастник, ну, не сильно понятно. Палка имеет четкий, понятный, внятный строй. Спиннинги эти я погонял, если, как бы, аватары я тестировал здесь у нас в России, то вот это вот как раз на море, и я их очень интересно гонял. Чем характерно? Как, опять же, это серия Genesis. То есть, у нас здесь идут топовые корейские припрыги, ультрамикропечень, как на спайкере, вот, кольца Сигайт, держак, естественно, Фуджи. Ну, и вот, скажем так, сделали такую красивую, относительно универсальную, но больше в плане джига, палку, которая позволяет, как бы, использовать ее под разные приманки в разных местах. Кинули в чемодан и увезли куда-нибудь. Проксима, опять же, название не просто так, это у нас же считается самая ближняя звезда, то есть, для нее далеко-далеко, но она самая ближняя. Вот, как бы, это примерно то же самое, когда мы едем на рыбалку, далеко. Вроде оно, как бы, вот и достижимо, но далеко. Вот, и чтобы не мучиться с перевозкой тубусов, там, и прочих дел дров, не попадать на дополнительные деньги в самолетах и вообще испытать минимальные неудобства, вот для этого, собственно говоря, сделана серия Проксима. Ну и, наверное, вот последняя новинка. В прошлом году мы презентовали серию Бифрестов. Бифрестов было всего лишь три модели. Два была, это ультралайты, одна была тревел. Ну и по многочисленным просьбам рыболовов, мы добили линейку обычных спиннингов, не тревелов, двумя моделями. Первая модель, это с тестом 3.12 и длиной 732, то есть 2.21. И вторая модель, это уже длина 7.62, 2.29 и тест 4.16. Теперь, значит, чем характерно? То, что я говорил об Аватаре, как бы это все верно для корейских припроектов. Что у меня получилось сделать уже на серьезных крутых митцебейских припроеках? Спиннинг получился, как бы, и сделан быстрее, чуть-чуть. Есть такой некий универсализм, как то же самое, что и у более младших Бифрестов. То есть, хочешь джиг, хочешь крэнк, хочешь колебло. Но при этом, невзирая на относительно, относительно мягкую вершину, он работает во всем диапазоне своего, собственно говоря, теста. То есть, ставим мы 3 грамма ловим на джиг, ставим мы 15 грамм и гоняем тяжелый упористый крэнк. Спиннинг позиционируется для дальнего заброса, объемных упористых приманок и для вываживания достаточно серьезной рыбы. Спиннинг идет на условную замену серии провокаторов. Ну, а что лучше, как бы, наверное, сравнят те, у кого есть провокаторы, у кого будет шанс половить этим Бифрестовым. Палки, кстати, немножко разные. У провокаторов поймете вершинка. Здесь уже более универсальная. Здесь уже позволяет ловить на разных приманках. Норстрим Ария. А что же нам скажет товарищ Жуков? По этому вопросу. Давайте узнаем. Для начала я считаю, что, конечно, было бы правильно определиться и понять, что такое спортивная ловля форели в принципе и какие в этом виде ловли есть плюсы и минусы. Под спортивной ловлей форели, я подразумеваю ловлю форели на активной снасти, иначе говоря, на спиннинг прежде всего, с применением принципа поймал-пусти. Очень много негативных отзывов о ловле форели на платнике. Какие плюсы и какие особенности именно у такого типа ловли. Наличие рыбы в водоеме еще не говорит о том, что вы будете успешно и без проблем ее ловить. Для того, чтобы эта ловля приносила удовольствие, конечно, должны быть соответствующие снасти. Вот о них бы я хотел рассказать. Безусловно, есть требования, которые минимальны для того, чтобы с этого начать. Иначе говоря, приманки должны быть оснащены безбородными крючками. Это обязательное требование. И наличие силиконового подсачика для того, чтобы не травмировать рыбу, когда ты ее отпускаешь. То есть ты ее подсачил в этот подсак, аккуратно, бережно освободил и отпустил обратно. Водоем довольный, рыбка там плавает, вы получили удовольствие и продолжаете ловлю. Для того, чтобы сохранять рыбу в целости и сохранности, быстро освобождать крючка, есть приспособление, релизер. Компания Мироболова и я постарались в этом году активно расширить линейку нашей продукции. Первые ласточки – это 4 серии удилищ, на самом деле 5 серий удилищ именно для этого. Они различаются по типажу, по цене, по внешнему виду. Но, в общем-то, все они имеют предназначение именно ловли форели, я бы сказал, на прудах, прудовой. Помимо этого, компания Мироболова сейчас расширяет линейку приманок. Это блесны, это, думаю, что в самое ближайшее время будут воблеры. У нас задача сделать не просто, скажем так, хорошую продукцию, а хорошую и достаточно бюджетную продукцию. То есть вот те же удилища, самое топовое – это Траутист. То есть удилище, которое действительно отвечает всем требованиям, как с эстетической, так и по ТТХ, и стоимость его не должна превышать в рознице 10-10,5 тысяч рублей. При этом самое бюджетное, которое тоже, в общем-то, приятно брать в руки и вполне успешно можно им ловить, это серия Слендер. Стоимость его примерно 2,5 тысячи рублей. Помимо этого, вот те самые релизеры, о которых я только что говорил, они уже через пару месяцев появятся в продаже и тоже будут вполне бюджетные, если не буду называть цену, потому что, ну, наверное, чуть-чуть рано. Но уверяю, что это будет самое адекватное предложение по цене, плюс они, если обратили внимание, телескопические, что для наших условий, конкретно для нашей ловли, для российской, это значительно более удобно. Я это проверял сам и оценил в полной мере. Приманки. Вот новые образцы цветов, прошедшие тестирование, в частности, на чемпионате в Грузии, который проходил неделю назад. Я ловил только на них. Мне удалось в отборочном этапе занять третье место. К сожалению, потом я вылетел. Но, в общем, даже этого достаточно для того, чтобы сделать вывод, что приманки не только красивые, не только оригинальные, но и работающие, успешно работающие. Что касается непосредственной экипировки. Как я сказал, нужен релизер, нужен подсак. Если мы говорим про удилища, я считаю, что для начала необходимо не меньше двух. Больше, наверное, не стоит именно для начала. Но если нужно два удилища, соответственно, их куда-то надо ставить. Нужен ящик. Обычно это используется. Мейха оборудована специальными стаканами для установки удилища, потому что когда ты меняешь одно на другое, то, которое не используется, необходимо куда-то поставить. Рекомендую магазин Big Game, в котором полный ассортимент ящиков Мейха 70-70, идеально подходящих под эти условия. Для того, чтобы эта ловля стала еще более доступной, для того, чтобы она стала еще более популярной, мы в этом отношении очень большую работу ведем. И уверен, тот ассортимент продукции, который сейчас появился и появится в самом ближайшем будущем, он будет не только востребован и популярен, я думаю, что с ним вы можете получить настоящее удовольствие и познать эту ловлю в полном объеме без ущерба, без особого ущерба для ваших кошельков. Хороший у вас план, товарищ Жуков. Ну, а у нас добавили света. И не просто добавили света, а еще и какого. Смотрите, какая шикарнейшая вещь. У нас есть новый бренд в фонарях, корейский, компанией Claymore. Защита IP65. Вариации возможностей фонарей, налобных на козырек, на кепку, какие хотите. Есть шикарнейшие вещи для кемпинга, для съемок, для туризма, как угодно. Такого света вы еще не видели. Поэтому приходите в наш магазин и познакомьтесь с новым брендом Claymore от корейских друзей. Друзья, а сейчас мы узнаем про новинки в области экипировки Ситка. Сереж, привет. Здорово. Давай вот в двух словах, чтобы долго не отвлекать, но так, чтобы вкусно, задорно, интересно, что там для охотников нам приготовили. Ну, для охотников много всего интересного. В каждой линейке есть свои новинки. Для себя я отмечу, что появилась такая гражданская серия, такой смарт-кэшел, да. Это одежда в монокалории, в которой можно комфортно добираться до места охоты. Да и вообще на каждый день. Вообще на каждый день. Что меня греет в те дни, когда я не хожу на охоту. Хорошее дополнение по утеплению. Это есть кельвины, цельсиусы, отличные дышащие утепляющие слои, которых раньше не хватало. Есть самостоятельные модели, теплые, флисовые, технологичные, которые позволяют им маскироваться и стрелять в теплое время. Слышал, еще Ситка сделала какую-то новинку для бегунов. То есть трейлранинг, что-то там у них классно технологичное. Да, есть у нас модель. Это самая легкая мембранная куртка. Она буквально вот так вот ее можно сжать в кулачок, запихнуть в карман. Она не пропускает влагу, при этом дышит. Это для тренинга. То есть люди, которые хотят себя подготовить к охоте в горах, либо в каких-то экстремальных условиях, плюс для спортсменов, которые не увлекаются охотой, это вообще отличное решение. То есть на сегодняшний день это самая высокотехнологичная куртка. Она есть у нас на стенде, ее можно посмотреть, пощупать. Плюс новинки по женской серии, детская линейка представлена. В общем, Ситка заботится вообще о семье. То есть подход такой правильный. Так что семейная охота, это прям становится неким новым правилом. Так что, друзья, вот Сергей здесь будет, ты же каждый день здесь? Да. Я думаю, что можно задать вопрос и получить потрясающе черпающий ответ. Спасибо тебе, Сереж. Не буду для Кати, всего хорошего. На нашем стенде хорошая возможность пообщаться с друзьями, по страсти с единомышленниками. Один из наших друзей Александр, который живет в Америке, когда-то туда уехал, да? Да уж больше 10 лет прошло, да. Охотится с луком, и хотелось бы послушать его мнение о таком костюме, как фанатик, который он использует в своей охоте. Александр, у меня слово. Спасибо большое. Проходил мимо, увидел знакомый камуфляж. Я использую охотичь с луком, охотичь с заситки. Охотичь на белохвостого оленя, который зверь чуткий. Я пробовал скрадывать, я пробовал охотный подход, я подбирался на 50 метров, что в принципе, я могу попасть на такой дистанции, но на тот момент уже олень на меня обращал внимание, то есть любое мое движение или там выстрел, олень среагирует, убежит. Поэтому я для себя просто выбрал охоту за ситки. То есть я забираюсь на дерево и сижу. Бывает сижу подолг, бывает по 12 часов. Давайте я расскажу в двух словах, как я охочусь долгие за ситки, в мороз, в ветер. Ну, начнем, давайте еще с сапог или с чего начнем. Я расскажу. Значит, лакроссы я использую. У этих сапог есть куча разных фишек, я не знаю, просто как еще лучше сказать. Мало того, что они теплые, естественно, берем на размер больше, это даже не обсуждается. То есть нога должна свободно, чтобы там воздух был, чтобы кровообращение, кровообращение не препятствовать ему. Какие у меня слои, значит, внизу, давайте. Значит, мерина, шерсть, трико, потом обычные штаны типа таких. То есть я захожу в угодье в обычных штанах. У меня есть ситковские штаны такие, через раз я их одеваю. У меня верхний слой, у меня вот этот идет фанатик штаны полукомбинезон. Основное преимущество, это тот факт, что это полукомбинезон. То есть он поднимается до середины спины, поясница, да. И это просто, это кайф. Просто я сижу, мне здесь тепло, потом сверху я еще куртку одеваю. Это слова мне описать. Ветер, ничего это не продувает, просто я кайфую, когда сижу. Потом карманы. Карманы здесь на боках есть, есть такие карманы, здесь расстегиваются. Но самое главное, это верхний слой, у него есть молнии на боках, на штанинах. То есть я прихожу, опять же, я иду к заситке, у меня в рюкзаке верхний слой. То есть это я не надеваю, пока не дойду до дерева, до своего. Потом либо я устанавливаю тристенд, либо у меня уже установлен заранее тристенд. По-разному я охочусь. Я достаю из рюкзака вот эти штаны, расстегиваю молнию, одеваю сверху, ну и взбираюсь на дерево, пристегиваюсь с страховкой и уже охочусь. Если бы я в этих штанах шел, я бы вспотел, конечно, это было просто, опять же, мокрым сидеть, это не вариант. Вот, то есть это очень удобно, мне не надо снимать ботинки. Ну, гениальная штука. Ладно, переходим к торсу. То есть наверху то же самое мерина, потом я одеваю фанатик худи. Фанатик худи, я не знаю, вот это она, да? Ну, примерно, да. Да, это она и есть. В ранний сезон я и ношу, ну, тоже классная шмотка, здесь встроенная маска, здесь встроенный, очень приятный на ощупь изнутри, флиск тоже. Карман для дальномера, что для лучника важно. Кенгуриный карман здесь, чтобы рука руку грела, здесь перчаточки на руке, то есть это классная штука. И на охоте зимой я использую как средний слой. То есть мерина, потом вот эта шмотка, фанатик худи. И сверху идет фанатик куртка. Идеальная штука для охотников. Растягиваюсь, ничего не шуршит нигде, никаких проблем. Рукава обжимает в вашу руку. Да, 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 совершенно верно. То есть тетива, когда я произвожу выстрел, я, конечно, стараюсь выгибать локоть, чтобы ничего, но опять же, мы три слоя нам не одеты. Тем не менее, тетива не задевает по рукаву. Боковой карман. Первое, что я, первый раз, когда я увидел, думаю, ну как это вообще, ну что-то странное, да? Стоило мне буквально 3-4 дня опять же от охотиться. Я влюбился в этот боковой карман, потому что он дает возможность использовать вот этот кенгуриный карман, который, он как муфта, совершенно верно. И руки греются. Здесь кармашек у меня, здесь я использую порошочек для проверки направления ветра. И если я использую электростельки, у меня здесь лежит этот пульт управления. На Гану, здесь у меня Манок имитирует зов самца. Здесь у меня дальномер. Притом, вот этот карман, он довольно неглубокий. Но здесь есть магнитик. То есть даже если вы наклоняетесь, что-то там, или в рюкзак за термосом полезно, еще что-то. Если не было бы этого магнитика, то можно что-нибудь уронить. А как-то опять-то придется отстегиваться, спускаться, шуметь, все. Здесь есть магнитик, но с двух сторон он прищелкивается и держится прямо. Окей, спасибо тебе. Спасибо вам. Можно держать мозг, или мозг, в России, аминь. Да, обязательно. И я очень надеюсь, что в ближайшее время... Мы охотники, мы ждать умеем. У нас терпения много. Я так скажу, надеюсь, что рано или поздно у меня будет возможность поохотиться с луком на косулю, на лося, на кабана, да совершенно. Да и на медведя, чего что-то. Тем более у нас, я надеюсь, к этому возможности скоро будут. Меня зовут Андрей, я из команды Shot Da Gear. Хотел бы поделиться с вами своим опытом в эксплуатации рюкзака Sitka Gear расцветки Optifate цвет Timber. Чем мне понравился данный рюкзак? Потому что из всех производителей, которые у меня ранее были рюкзаки, они не справлялись со своими задачами. Вот, собственно говоря, я остановился на этом рюкзаке. По каким причинам? Во-первых, его можно ставить на болотистую местность. В таких регионах, как Карелия, где мы охотимся на гуся, это очень важно. В нем лежит оборудование, и когда рюкзак вы ставите на воду, ну не на воду, на мох. Мох пропитан водой очень сильно, как губка. Рюкзак полностью промокает в основном других производителей. Чем это хорошо? То, что вы его можете поставить на болото, на болотистую местность, и он не промок. Помимо этого, важный нюанс, важный момент – это крепление к стволу дерева. То есть его можно вообще даже не ставить. Подвесить его к дереву, и также имеется крючок для подвешивания ствола, оружия, полуавтомат, неавтомат, двухстолка и так далее. Далее, после того, как вы его подвесили, вот за эти лямки, за эти крепежи, вот один верхний, один нижний, он раскрывается, и имеется свободный доступ к отсекам. Самое важное, что мне очень понравилось, это не нужно носить с собой дополнительную экипировку, чтобы переносить дичь. Она здесь есть уже в комплекте. Вот сам рюкзак еще раз. Ситка Gear. Рассвет Optifate. Цвет Timber. Мы представляем манки на утку D.K. Coles от Дмитрия Курочкина, чемпиона России по игре на духовых манках. Данную продукцию вы можете приобрести в сети магазинов Big Game. Продукция отличается четырьмя моделями. Первая модель Капролон, вторая модель Бук, пропитанный маслом, третья модель стабилизированное дерево серии Анлим, и четвертая модель это Хедж, либо Бакоте, это американское дерево, ценность породок. Чем отличаются манки? Более бюджетная версия для регионов и для начинающих охотников. Манки из древесины дают специфический древесный звук за счет того, что поглощают звонкие звуки и дают более бархатный звук, нежели твердые материалы, как капролон, либо стабилизированное дерево. По вопросам манков, приобретения манков и консультации, обращайтесь к консультантам Big Game. Ну вот и все. Ну что, Гиль, читай. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok